Всем привет! Эфир «Столица Нижняя» и программа «Спорт». Сегодня мы поговорим о одном из самых доступных видов спорта – северной ходьбе, которая не требует никаких физических навыков и подготовки. И у нас в гостях президент региональной федерации Людмила Логинова. Людмила, добрый день! В вашей федерации существует практически два года. Расскажите, с чего все началось и до чего дошагали за это время? Началось у нас со школы скандинавской ходьбы. Мы сначала открыли филиал школы скандинавской ходьбы города Вскстова. Этот филиал был от московской школы Насти Политаевой. И через месяц мы уже открыли федерацию северной ходьбы, где мы собираем наших единомышленников. И за наши два года мы провели уже крупных 12 мероприятий. Один из самых крупных был северный олень, который посвящался годовщине нашей федерации. И сейчас у нас будет 25 августа первый открытый кубок Нижнего Новгорода по скандинавской ходьбе. Сколько человек объединяет ваша федерация? Сколько у нас любителей северной ходьбы, тех, кто ходит с палками по паркам, а иногда даже по городу? Именно в федерации у нас еще небольшое количество человек. Почему? Потому что в основном у нас бабушки-любители, которые ходят по городу. И мы специально создали эту федерацию, чтобы мы объединялись, чтобы все к нам вступали и учились правильной технике. Потому что по городу ходят, к сожалению, те любители, которые не знают, что должна быть правильная техника. А это очень важно. Что дает тем, кто занимается этим видом спорта, северная ходьба? У нас работает 90% мышц. Если при лыжах работает 65, то в скандинавской ходьбе работает 90% мышц. Один час скандинавской ходьбы заменяет два часа фитнеса в спортзале. И здесь очень доступный вид фитнеса как для детей, так и для пожилого возраста. Поэтому мы всех объединяем и приглашаем к нам на занятия обучиться скандинавской ходьбой. Сколько времени потребуется, чтобы научиться правильно, скажем так, с ноля? Вот я приду и скажу, давайте учите меня. Все люди разные, да, и воспринимают все по-разному. Кому-то хватает одного занятия, кому-то 10 занятий. Но так как мы объединяем тех, кому одиноко, здесь же можно еще и общение, пообщаться. Это очень интересно, тепло ли это свежий воздух. То есть, в отличие от бега или тех же самых лыж, здесь можно еще идти разговаривать? Конечно. Чем больше мы разговариваем, тем больше у нас работают внутренние органы. Мы погащаем кислород. Это, наоборот, плюс. Ну, а дыхание сбивается, нет? Ну, если мы не разговариваем, то мы правильно дышим. Если мы не дышим, то мы разговариваем. Что-то должно быть. То есть, разговаривать-то можно или нет? Да, конечно. А вообще, вы проводите Кубок Нижнего Новгорода. Обычно, если соревнования городские, дальше выходит на Приволжский федеральный округ, потом на Россию, вот у вас есть какие-то такие планы, чтобы покорить ПФО или Россию? Да, уже мы этот Кубок проводим с администрацией Приволжского района. И наши мероприятия «Северный Олень», в том числе первый открытый Кубок Нижнего Новгорода, будут внесены на следующий год уже в расписание города. То есть, это будут календарные соревнования? Это календарные соревнования, да. И также эти соревнования будут входить в календарь нашей Российской Федерации, да, которая у нас в Москве. В Российской Федерации у нас уже прошло первое гран-при, где был отборочный тур и соревновались только самые сильные спортсмены. Вообще, есть какие-то противопоказания к занятиям северной ходьбой? Или наоборот, какие-то показания тем, кому обязательно нужно этим заниматься, чтобы исправить осанку, может быть, или что-то другое? Да, рекомендуется это вообще всем, да. Почему? Потому что мы сейчас очень мало двигаемся. Тем людям, которые сидят на работе целый день, это особенно рекомендуется. Также мы работаем уже с детьми от 6 лет, потому что мы в школе сидим за партами, потом мы приходим в гаджетах, в компьютерах сидим. Также осанка у всех уже больше 70% детей – сколиоз позвоночника. Поэтому рекомендуем мы это всем. Небольшие противопоказания. Если только есть какие-то хронические заболевания, надо обязательно прийти от врача с правочкой, что можно. А так противопоказаний нет. Сколько стоит вход в этот вид спорта? Потому что я знаю, что многих пугает стоимость экипировки. Возьмем в хоккей, футбол и так далее. У нас очень доступный вид спорта. Почему? Потому что здесь нужны только один инвентарь – это палочки. Но палочки тоже должны быть определенные именно для скандинавской ходьбы. В наших магазинах, к сожалению, очень много палок, которые для гор. Но наши продавцы не могут правильно проконсультировать человека, и люди покупают неправильный инвентарь. Как у президента федерации, какая у вас конечная цель? Вы, наверное, смотрите и в сторону Скандинавии. Наверняка там гораздо больше людей занимается этим видом спорта. Да, конечно. У нас в России – это новый вид фитнеса. К нам все это пришло из-за рубежа. И я думаю, что мы не отстанем, и мы будем продвигаться дальше. Сейчас во всех городах Нижегородской области открываются филиалы Федерации Северной Ходьбы. Также открывается очень много клубов. В нашем Нижнем Новгороде у нас открыты клубы в каждом парке. Пожалуйста, мы вас приглашаем, занимайтесь скандинавской ходьбой. Кто в передовиках из районов, и куда можно прийти в Нижнем Новгороде? Какое самое популярное место для ходоков? Из районов у нас в передовиках Арзамас. У них очень большой клуб «Эффект движения», где тоже сертифицированный инструктор Александр Шкелев. Сейчас возрастает у них команда молодежи. Это очень хорошо, это очень приветствуется, так как для молодежи это очень доступный вид фитнеса. И давайте вернемся к соревнованиям, которые пройдут буквально в ближайшее время. Куда приходить, и кто может принять в них участие? Всех любителей скандинавской ходьбы я приглашаю 25 августа на первый открытый кубок города Нижнего Новгорода, который пройдет в парке Швейцария, остановка «Электрон». Регистрация начинается в 9.00. Участниками могут быть как взрослые, так и дети с 12 лет. А как будете выявлять победителя? У нас приезжают судьи из города Москвы, сертифицированные уже по скандинавской ходьбе, которые будут определять наших победителей. То есть нужно пройти расстояние быстрее? У нас будет три дистанции. Первая дистанция – техника, вторая – скиллрейс. Скиллрейс – это новая такая техника, где у нас скорость учитывается и балл от техники. И это суммируется. И третья дистанция у нас будет командная – мужчина плюс женщина. Спасибо большое. Рекомендую всем, если даже не принимать участие, то прийти и посмотреть, как проходят такие соревнования. Это была программа «Спорт». В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...